Субтитры делал DimaTorzok Тут есть люди из того поколения Которые наверняка знают, что курица не живет в морозилке Она иногда живая по двору бегает Играл кто-нибудь с курицей у бабушки? Да Поймали курицу, положили на спинку Откинут ей клювик Она вот так минут 15-20 кипит на спине И не в состоянии решить эту простую задачу Хорошо, взяли птицу Ну, то ли закружилась, то ли не закружилась Непонятно Взяли птицу Дальше снимаем с поводка кольцо Смотрите, кольцо имеет разрыв Кольцо не сплошное Я не буду пропихивать лапки птицы через крошечное кольцо Снимаю кольцо Сама лапка протягивает ее Не принуждаюсь Все абсолютно добровольно Все свидетели Те, кто поближе, дадут соврать Наскалу, да, согласна Концы кольца вокруг лапки сомкнул Даже не дожидаясь ее слов Согласна Смотрите, кольцо совершенно свободно движется вверх-вниз Вращается, ни в коем случае не пережимает кровеносные сосуды Это обязательно Все птица кольцом Естественно, никто птицу не отпускает Следующий этап после того, как кольцо Так есть, мы одеты Те из вас, кто постарше, я думаю, знают Проходили Кому-то еще предстоит Регистрация Вся информация по птице записывается в специальный журнал Что я сюда записываю? А что это за птица? Я записал Спинус-спинус Я ответил на ваш вопрос Почему я написал ни по-русски, ни по-немецки Панглус Почему я написал оттуда? Потому что мы одна из многих европейских станций Мы постоянно обмениваемся данными друг с другом В Европе много национальностей Много языков А название птиц, зверей, растений в каждом языке свои Представьте, отправьте данные по-русски В ответ по-болгарски, хорватски, венгерски, польски, немецко, французски Это будет полное безумие Это битву вело И чтобы этого не было, все исключили в Москве Но для тех, кто подзабыл в этой птице Если вдруг подзабыли Если знали, вы их забыли Я вам сейчас покажу Вы эту птицу должны все узнать И все ее хорошо знаете Кто это? Королек Королек в два раза меньше Мы даже почти в три раза Воробей А почему такой маленький? Болел в детстве Ты от тебя болел Злой от этого Яблев Яблев У русского человека Подсказка для взрослых У русского человека Вид этой птицы ассоциируется со словом водка Перепел Чиж Да, вот чиж Это чиж Чижик-пыжик Где ты был на фонтанке злоупотреблял Что-то там в Питере он побольше немножко Да, это памятник Но памятник чижу, конечно, побольше Он там побольше немножко Чижик-пыжик Делал чиж У чижа всегда приятно показывать, потому что чиж очень спокойная птица Их не просто так держали в неволе Потому что птица в неволе где-то уже через неделю другую спокойно у человека брала корм То есть чижа сейчас потом нет Хорошо, давайте правильно все-таки возьмем чижа Записали спинус-пинус А дальше у птицы определяются такие параметры, как возраст птицы и пол Как у птицы определить возраст? Знаете? Может, идея есть? Куплю Думаете, всю жизнь растет или сдачивается до пятачка? По лапкам По лапкам? По лапкам? Как? По отрезать лапку годовые кольца? Кольца, да Не ту лапку, где кольцо, иначе кольцо свалится Или вы про отложение грязи? Годовые отложения грязи Так как у птицы определить возраст? По крыльям По крыльям, близко, уже По животу По количеству крыльев То есть их остается вместо двух, остается три, четыре По перу, конечно, слышите ключевое слово? По перу Мы с вами старую, заношенную майку мы просто выкидываем Но у нас есть деньги, мы сходили в магазин, свежую маечку определили У нашего гордого орла денег нет, а перо износилось Что делает птица? Она сбрасывает Старое перо, отращивает свежее Процесс называется линька Но по смене перо можно определить возраст птицы очень приблизительно Родилась птица в этом году, в прошлом году или старше Два, три, четыре года мы уже не различаем Мы просто пишем птица взрослая В данном случае эта птица у нас молодая птица этого года Я запишу птица этого года Дальше у птицы определяем пол Самец или самка Какой птица определить пол? По цвету Абсолютно верно, по цвету Оперение? А помимо цвета оперения что еще может быть? Какие варианты? Стандартные Стандартные? Какие стандартные варианты? А красоперения Под хвостом? А, тихо, то есть паду под хвост Хорошо, паду я под хвост Что я там увижу? Я увижу клокальную протуберальность Пимпочку такую, да? Да, в сезон размножения у самца она будет немножко побольше Немножко другой формы Но это в сезон размножения Сейчас не сезон размножения А самое главное, чтобы хорошо увидеть разницу Ее размер измерить Я сначала ложу перья здесь вырву Знаете выражение Рвать мех на одном месте? Поверьте, птица не оценит мой интерес к нему Ну естественно Так все-таки как у птицы определить ее пол без таких инвазивных методов? По полу это помню А красоперения это правильно, а что еще может быть? Размер Размер, конечно Половой деморфизм, так по-научному называется разница между полами Чаще всего выражен или в окрасе или в размерах Правила очень простые Поймали птицу крупную Мы поймали самца Поймали маленькую Поймали самочку В популяции людей Мужчины Средне-мужчин В вашей группе Головы самцов Торчат вокруг Новых хищных птиц Кстати наоборот У них самки крупнее Самка ястреба перепелятников В полтора Почти в два раза Крупнее самца Здоровая самка Маленький самец Но мелкие фородины птицы Чаще не размерами А окрас оперения И правило тоже очень простое Я думаю все это знают Поймали птицу яркую Заметную Привлекательную Поймали 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 Серую Незрачную Поймали Самочку Это у людей С прической Макияжем Приятно посмотреть Но самцы Обыкновенные Ребята ничего личного Просто Красного Почему Самки Серые Незрачные Да Даже самец знает Задача Тихо Спокойно Не привлекая внимание Высидеть яйца Сидела бы самка на гнезде В полной своей боевой Раскраске Это для женщин характерно Не молодого самца Пролетающего У него хищника Привлекла птицам Это совершенно не нужно Ну а задача самца Привлечь внимание самок Потому что он птиц Не у всех Но у большинства видов Пол который делает выбор Это самки Поэтому самцы шумные Яркие Но Вернемся к нашей птице Если бы это был самец У него сейчас У него сейчас Уже линька закончилась У него была бы яркая Черная шапочка Был бы очень яркий Желтый хвост А здесь Видите он такой зеленоватый Это самка Самка этого года Дальше Мы птицу измеряем Мы не можем птицу Поставить корстомеру Как вот Наверное молодых людей Девушек здесь родить Дом измеряется Ставить косяку двери Или стенки Измеряя рост Мы у птицы измеряем длину крыла 71 мм Дальше оценим жировые резервы Перед миграцией Птиц накапливают Очень много жира Жир для птиц Как бензин Для нашего с вами автомобиля Толстая птица Она дальше полетит Стрижи Ласточки Кушки Соловьи Они летят Зимовать В экваториальную ад 5-6-7-8 тысяч километров Совершая перелет Представляете Сколько энергии Для этого перелета И птицы накапливают Энергию на полеты В виде жировых отложений Не могу положить птицу На весы Она улетит Но у нас есть вот такой Маленький кулечек Куда буквально на несколько секунд Мы просто помещаем Наши люди И записываем генератор 11,2 грамма Тощая масса чижа 10,5 грамм Ну здесь получается Почти 1 грамм жира есть То есть это неплохо 1 грамм жира Для птиц такого размера Дает возможность 200-250 кулей Мы обычно птицу Не достаем из кулечка Мы таким движением В окно ее отправляем Но для вас Я конечно птицу достану Мы ее отпустим Отпускаем Да Володые люди Девушки Давайте на счет 3 Только не еще друг А то иногда птицы пугаются И летят обратно 1,2,3 Приведет в порядок Своё пирение Успокоится Займется обычной Жизнь Первым что-нибудь Поживет Потом все остальное Вы когда нервничаете Печень с шоколадом Не упуете Зерноядная Я как дневничаю Потею Давайте так Я вам еще кое-что покажу Но просто сейчас у меня минутка рекламы Каждый год наша станция выпускает вот такие календарики Это мы сами их делаем Называется Птицы-кушка-косы Вся наша команда здесь Которая работает Представлена За 23 год Если вдруг интересно 12 видов птиц вы точно выучите Особо продвинутые латыни далее Я просто покажу пару птиц Потому что я регулярно слышу Что в наших северных широтах Не очень яркие птицы В отличие от тропиков Посмотрите на свилистеля Насколько он яркий Посмотрите, например, на Ну, например, на черноголового чекана Посмотрите, насколько это яркая птица Я просто знаю, что есть люди Которые уже собирают наши календарики Каждый год птицы разные Кроме одной Эта птица обязательно присутствует в каждом нашем календаре Это зяблик Посмотрите, как называется наш полевой стационар Он фрингила В честь родового имени зяблика Вот, да, яркий самец Серенькая самочка Все как и положено Если интересно, спрашивайте Ну, то есть разные Мелко-северные истории Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры